всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу начать свой домашний влог с макияжа с моего ежедневного макияжа который я делаю буквально за 5-10 минут каждый день я действительно делал макияж каждый день дома не только для того чтобы снимать видео или куда пенсии но и просто сама для себя что давайте с вами начнем и все продукты которые я сегодня буду использовать чтобы видео было более информативно и я вам оставлю внизу в инфобоксе постараюсь оставить ссылки если найду да на эти продукты ну или по крайней мере оставлю вам название полное оттенки которые я использую начиная свой макияж конечно же с тональной основы у меня это nyx в оттенке ванила я вам оставлю постараюсь осталось ссылочки внизу мне нравится эта тональная основа хорошо перекрывает но если у вас есть шелушение то она их все очень сильно подчеркнет даже тех от существования которых вы и не подозревали далее мы будем оформлять брови у меня вот такая палетка от марки инглот тени мне не нравится они засаливаются на глазах то есть на веках держится очень плохо вот для бровей и я нашла им применение пользуюсь и мне очень даже нравится использую вот этот самый темный оттенок начали расчесываю конечно же брови потом наношу кисточкой тени стараюсь прорисовать их ровненько но от природы они у меня не симметричные как наверное у многих поэтому я в основном в принципе заполняю просто пробелы и далее еще раз прочесываю чтобы было более естественным тени о которых вы у меня спрашивали я не честно не знаю как правильно произносится эта марка это вот такие рассыпчатые тени насколько я помню их по моему же даже нет в россии в продаже не знаю я могу ошибаться у меня всего одни тени от этой марки вот такая однушка очень мне нравится но я как-то про них забыла сейчас разбирая тут свою косметику нашла эти тени и с удовольствием им пользуюсь действительно очень красиво смотрится на глазках единственное что конечно же как любые рассыпчатые тени при нанесении они немного осыпаются и далее я просто растушевываю теми же тенями которые наносила на глазки кисточкой межресничное пространство я буду заполнять вот таким карандашом от арт-деко он водостойкий но позиционирует по крайней мере себя так но на самом деле он совсем даже не водостойкий но все равно его наношу далее база под тушь от марки кика она мне очень нравится хорошо подготавливает реснички очень схожа с базой такой же белой от марки dior наношу их только на верхние реснички даю немножечко подсохнуть и потом наношу тушь тушь у меня тоже от марки кика одна из моих любимых она уже заканчивается для панорамного объема у меня не водостойкая серия именно для того чтобы просохли просохла база на верхних ресничках я вначале наношу на нижние потом прокрашиваю верхние реснички конечно же у меня получается так что я пачку и верхняя и нижняя века но практически всегда у меня это происходит и я как вы видите зеркало ставлю вниз и чтобы от корней как бы прокрасить вверх то есть я их вытягиваю вверх далее конечно вытираю все это сухой ватной палочкой еще раз немножечко подкрашиваю реснички чтобы они легли так как мне необходимо так как мне больше всего нравится далее будем наносить бронзер у меня это от марки clorans мне тоже не нравится этот бронзер по качеству но сейчас я его использую очень даже неплохо в 0 втором оттенке он тоже засаливается и рыжит если его наносить много я наношу его немножечко так чтобы слегка скажем так освежить лицо придать рельеф небольшой и конечно же мои любимейшие румяна которые я на днях уронила и они теперь везде просыпаются и это просто моя боль говорят что они сняты с производства это оттенок i'm a lover они матовые вот такие розовые на придают нереальную свежесть очень классные очень пигментированные стойкие и мне они безумно нравятся не знаю наверное что-то в mac присмотрю еще далее хайлайтер от dior это самый лучший хайлайтер на мой взгляд который у меня есть в 0 втором оттенке он очень деликатный тоже вот у меня уже тут образовалась дырочка и очень мне нравится как выглядит на лице не ярко не броско я бы даже сказала очень естественно наношу как обычно на скулы немножко на носик под бровь в общем так в таком порядке чтобы подсветить личико дальше метеориты от герлен у меня вот такая лимитка которая была ее пользую не знаю заканчиваются они вообще закончатся ли они когда-нибудь у меня или нет но они как бы растушевывают границы придают лицу такую свежесть не знаю имеет небольшие блестки конечно но мне очень нравится эффект от метеоритов не знаю кожа становится такая свежая ну просто потрясающе далее здесь забыла тушь для бровей у меня от faberlic и все это я закрепляю вот таким праймером фиксатором я его использую как фиксатор от марки кика мне тоже очень нравится даже тени дольше держится и конечно же помада у меня это мэй блин в двести десятом оттенке вот такая она не стойкая но очень классно имеет оттенок и мне она очень даже нравится наносишь у поверх губ без карандаша без всего ну что девочки вот такой вот у меня получается макияж это мой ежедневный макияж на который я потрачу ну пять-десять минут буквально все очень быстро конечно снимая на камеру получается немножко дольше чем обычно не забывайте что все продукты описаниях я оставила внизу в инфобоксе так что переходите смотрите новая мы сегодня все как обычно мы находимся дома у нас очень классная последние несколько дней погоды наконец-то перестала быть холодно что стараемся еще погулять но делаем также уроки вот а мне еще сегодня нужно сварить обед ужин очень все как обычно вот я сварила супчик сегодня у нас супчик будет из капусты вот такой вот покажу просто обычная капуста . такие щи и свежей капусты это называется да сварила и у меня как-то спрашивает о чем я варю у меня мясо нет я уже говорила мне не любят мясо вот сейчас я сварила из спинки то мне еще немножко осталось зажарки так у меня морковочка была большая это я сейчас отдам собачки косточки по вытаскиваю ним будет такой обед это все не соленая ей и не почему у меня бульон желтый то сейчас я сварила и спинки бывает из косточки из грудки варю спинки куриная я добавляю вот куркуму я не помню девочки где заказывали то ли на херб то ли royal forest то ли еще где-то это куркума я добавляю вот сюда ее совсем совсем чуть-чуть и она придаёт бульону вот такой вот цвет еще она придает такой не то что отдельный вкус а такое ощущение как будто бы все ингредиенты стали более насыщенные такие более насыщенного такого вкуса аромата очень нравится перед тем как заказывать я читала что вот эту куркуму добавляют в суп и добавляют в пюре и в различные в общем она очень очень полезна поэтому ее в чай даже добавляют там еще куда-то очень много куда одесса на что она все закрашивает вот видите меня вот баночка вот эта резиночка тут пожелтела на баночку мне уже такая старенькая но все равно вот такой вот я храню ее и добавляю всегда ее в любой супчик даже в борщ и он получается такой прям насыщенный ароматный очень вкусный но выглядит такое ощущение как будто бы я сварила из куриного бульон куриного этого кубика до бульон сварила потому что суп желтый вот этот желтый цвет такой красивый желтый цвет как сказал мой муж красивый суп прямо аппетитно выглядит это придает вот эта куркума у меня вот так что сейчас будем обедать еще девочки хочу ответить на один вопрос так как у меня такая сегодня начало бьюти такой тематики это по поводу витаминчиков который я вам показывала который я заказывала сайхерб вот такая омега это то что я принимаю сейчас до сих пор у меня омеги осталось совсем чуть-чуть ее нужно принимать две капсулы в день я так и принимаю и кстати я сразу не заметила она содержит витамин d3 своем составе заказывала сайхерб сейчас курс доллара немножко другой стал поэтому она сейчас еще дороже но в аптеках она вот вся марка солгар стоит по крайней мере у нас питере в два раза дороже ну примерно в два вот дальше биотин 500 дозировка да и я еще принимаю вот такой q10 как я принимаю я принимаю утром с омегу с биотином днем омегу с q10 ну как бы так делю потому что вот это q10 как я читала на хорошо усваивается только на местном приеме с омегой с омега любой вот мне спрашивали как вот это омега и как биотин но кунзин q10 я вообще не знаю как можно вообще подобные вещи если честно вот честно вам признать я не я не понимаю как я их должно на себя ощутить честному если да что я заметила вот прием биотина сколько я больше месяца уже принимаю вот у меня еще закончится омега я опять им перестану принимать что я заметила насчет волос во первых меня спрашивали появляются ли больше растительности но в других местах кроме как на голове на ненге появляются но по крайней мере я такого не заметила но если уж больше стала на 1 2 3 может быть волосинки но это по крайней мере лично мне незаметны и быстрее на других частях тела кроме вот волос до голове да я не заметила что быстрее стал для расти волосы я вот это как бы как бы такого нет не заметила что касается вообще эффекта я не знаю как определить этот эффект вот честно у меня волосы не выпадали у меня волосы но они меня периодически начинают ломаться и ломаются они у меня вот здесь вот на кончиках то есть в конце обламываются на конце это поврежденные тоже мне кажется им вообще ничего не поможешь стали ли у меня расти новые волосики вообще да вот здесь вот у меня из-за того что я в 10 всегда делаю пробор видите такое ну как бы мало волосиков здесь вот здесь вот появились у меня новые маленькие волосики их не было их реально не было девочки вот это по-честному и как мне показалось быстрее стали отрастать корни это и все что я заметила то что появился блеск волосах волосы стали такие более гладенькими это может быть в том числе и уход это может быть я не знаю может быть то что я вообще перестала ну стараюсь по крайней мере не носить хвост и как бы они меньше может быть все ломаются за счет резинок не знаю но в общем вот так вот да это и все что я могу сказать про биотин но я очень много отзывов слышала по поводу биотина девочек у которых есть проблема выпадения волос и волосы переставали выпадать вот и биотин очень хорошо влиять на качество волос но я так понимаю уже отросших волос что могу сказать по поводу омеги вот мне кажется мое хорошее настроение позитивный настрой а также ну такое знаете я утром встала позавтракала приняла омегу я как как заведенные знаете вот меня завели я что-то делаю 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 дел вечером конечно от этого еще сильнее устаю но это я связываю с омега потому что но мне так кажется вообще миг очень полезно для сердца с этой омега вот я реально заметила я как начала мне даже муж говорит ты чё такое стала принимать потому что вот постоянно чё так учета куда-то вот так вот это омега ну вот я мне так кажется а q10 я вообще не знаю честно я я не знаю вот я принимаю день за какой эффект я должна вообще на хорошо очень для суставов вот так что я не знаю честно вот вот такой вот мой отзыв честно я не буду врать там говорит что волос стали как шелк нет нет это не так и омегу мне когда-то когда я ходила косметологу а пошла косметологу с проблемой слишком сильной сухости кожи это у меня было после рождения второго моего ребенка у меня было мега обезвоженная кожа настолько что у меня даже когда я не разговаривала были вот такие заломы на щеках вокруг глаз тоже были у меня заломы прямо такие сухие кожи была очень обезвоженная она мне тогда порекомендовала периодически принимать омегу она сказала это очень полезно для сердца и кожи в том числе вообще для организма поэтому это поэтому я периодически пью но больше всего вот такой эффект прямо активности я заметила именно вот от этой омеги она самая дорогая получается из марки солгар но она вот на мой взгляд сама эффективна так что вот такой вот мой отзыв про волосы больше вообще ничего не могу сказать да они у меня стали более блестящий но во первых я сейчас в краску добавляю хромо энергетический комплекс от час я вам его тоже покажу от от компании эстель краска у меня достаточно хорошая лореальт уход все-таки столько денег я трачу на этот уход и вижу что ну волосы становится с каждым разом лучше лучше поэтому я связываю это не только с биотином но и с уходом на считаю что витаминки как вы знаете как говорят на войне все средства хороши вот если у вас есть какая-то проблема с волосами да и вы но что-то вот делаете да там масочки так далее попить ищу курта мальчиков мне кажется почему бы и нет вот девочки окрашивание вот это chrome энергетический комплекс добавляю одну ампулу то есть я смешиваю краску вот моя краска тоже меня часто спрашивают я окрашусь просто в обычный она у меня уже все закончилось я вот как раз покрасила волосы вот обычный единичка черный цвет трехпроцентный оксид я использую при окрашивании этой же марки вот тоже линейки и но смешиваю до краску с оксидом и добавляю одну вот эту ампулу я раньше тоже пользовалась этим хром энергетическим комплексом потом просто про него забыла что то вот она ампула вот эту ампула можно использовать не только для окрашивания волос но и добавлять в маске эффект какой увидите то есть маску берете на ручку или прямо в банку туда и перемешиваете хорошенечко да ну чем-то чистеньким желательно вы увидите блеск волос и мягкость и послушность волос вот от этого хром энергетического комплекса в принципе хорошая вещь хорошая но говорят что можно заменить различными другими маслами какими не знаю ну вот такой вот заказывала я на фарма косметики по моему он очень часто пропадает его бывает нет в наличии в общем так что но увидите я советую если вы дома окрашиваете волосы неважно какое ну вот видите написано блеск и шелковистость и да он немножечко смягчает краску но повышение оксида не требует так что я советую ну вот я вот плюс мой уход до уходовые средства на котором я сейчас шампуне бальзам это все пользуюсь и вот это все конечно в комплексе я думаю дает хороший результат более менее хорош но с учетом моих убитых пористых кудрявых от природы волос да вот так я сейчас на ужин буду готовить все рыбные котлетки ой тут у меня филе минтай я уже разморозила все так саде размораживаю в дуршлаге чтобы вода туда стекала которая солдата в этом не лучок половинка яичко и такая булочка сушеная сухая вот и я буду просто сейчас перемалывать все вот блендере в обычном вот и формировать котлетки я еще тут правда совсем чуть-чуть осталось панировочные сухари такие вот они у меня мелкие то я пока как-то покупала уже вот и также сделаю еще картофельную пирожечку в общем сейчас будем готовить и так вот такие вот у меня получились котлетки немножко всего получается 6 штучек на ничего нам хватит вложила все на сковородочку чтобы они не остыли тут варится картошка щас буду пирожку делать еще сварила вот такой компот из вишни это наша вишня которая у нас в саду растет но она такая знаете ее не особо вкусно кушать вот просто так потому что она такая вяжущая типа дички такой вот и вот мы ее заморозили в прошлом году и сейчас вот такой компоте говорю и этот компот реально получается как вишневый сок может быть потому что у меня такая вишня она такая кисло вяжущая немножечко вот но получается очень вкусно вот уже 2 кстати кастрюлю подряд варю мужу чем понравилось сыну понравилось в общем старшему младше у меня не любят компоты младше у меня пьет соки не хочет он говорит компот и таби вот так что сейчас будущее делать пирожечку и салатик его сделал еще салатик с микро зеленью вот так вот я его делаю это нам вдвоем с мужем дети у меня вот в таком плане не любят я им отдельно порежу помидорчик огурчик они я ему микрозелий кладу на бутербродик вот просто нарезаю вот так вот соломочка огурчик помидорчик и сверху выкладываю микрозелень свое далее я также еще посыпаю кунжутными семечками мне очень нравится вот у меня белые и черные я на и херби покупала оливковое масло обязательно добавляю вот нравится с оливковым дальше у меня вот такой бальзамический уксус он такой прям очень густой и очень вкусный прям обалденный вот этот уксус тоже покупала на ахерби сейчас покажу вот так вот называется он очень 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 густой вот такой вот и вот такой у меня еще есть гранатовый соус он не сладкий а именно такой кислый и очень очень тоже густой это royal forest вот такое вот все это вот так вот сверху поливаю не ставлю на стол и когда мы уже сможем не дима на мне обычно перемешивает и солит это все не получается очень-очень вкусно что еще вот такой салатик у нас будет хочу еще показать девочки у меня муж заезжал это выдают продуктовый набор на школьникам у нас учительница попросила приехать всех с паспортом под роспись потому что но она отчитывается за это она там всех обзванивала кто приехал кто не приехал нам тоже позвонила что приехали в общем муж получил значит здесь просто такая коробочка пакетик обычно целлофановый и покажу что тут выдают коробку беру так упаковку гречи вот такую рожки вот такие вот здесь сахар упаковка две упаковки вафелек обычных вот таких потом чай индийский гита принцесса гита сливочная шоколадка и вот такая вот сгущенка вот такой набор нам выдали девочки хочу вам показать у нас но есть камера наблюдения где калитка смотрите какое чудовище проснулось я не могу на камере наблюдения у нас это для безопасности в том числе когда кто-то звонит у нас в калитку чтобы видеть кто пришел посмотрите какая прелесть у нас висит они у нас все лето такую паутину вьют вокруг камеры что просто невозможно вообще ничего не видно в итоге вот такие вот знаете на самом деле можно испугаться когда проходишь мимо экрана и видишь вот такое чудовище который еще лапками шевелит по-всякому по-разному очень кошмар такие у нас чудики сейчас еще девочки на ночь глядя решила замутить тортик наполеон он не брал такой кременький получился на ничего зато свой у меня ленивый рецепт торта наполеона из слоеного теста крем у меня это сгущенка масло и сливки взбитые 30 но специально покупаю для взбивания 33 процентные в общем не есть на канале видео как я его готовлю я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе кому интересно перейдите посмотрите но нам что захотелось что-нибудь сладенького вкусненького вот и в общем попросили у меня сделать наполеон на и сделала маленький совсем такой видите то есть по размеру вот этих вот пластов то есть вот у меня вот такой получается маленький вот на пару раз сейчас у меня ночь простоит весь пропитается и уже завтра на завтрак можно кушать и течение дня я думаю что его слопаем но я сейчас тортик приготовила мне кстати на губах сегодня в итоге я носила вот эту помаду от выберлик эти тут все стерлась она такая неплохая немножечко она растекается размазывается я ее правда без всяких без карандашиков у меня дети пошли укладываться спать вот без карандашиков без всего остального и артикул 484 вот такая вот но для дома нормально пойдет хочу немножко пару слов сказать про моих соседей потому что сегодня целый день читала комментарии ну конечно есть люди которые меня не поняли то что я сказала что у них старый дом я ни в коем случае не высмеивала иметь их этим и они не ну как сказать они люди с нормальным достатком есть практически у каждого машина квартиры дача они просто этот дом используют как дачу у них там жила бабушка которая ничего им не позволяла делать в доме там не ремонт и ничего на их вообще выгоняла всех вот она умерла потом они с наследством туда-сюда они сейчас помню даже с наследством там решает какие-то вопросы в общем всякое такое но жаловаться куда-то звонить на них я тоже не хочу потому что в принципе ну мы как бы не ругаемся да они печку еще пока не растопили ничего такого не сделали мне кажется у них вообще не получилось ничего там присоединить потому что они там стучали что такое делали и в итоге как бы ничего так и не затопили слава богу так что я пока сплю спокойно но если что-то будет не так то конечно моя безопасность для меня и безопасность моих родных близких детей для меня намного важнее конечно же вот ну а так к соседям отношусь вообще абсолютно спокойно что они там песни поют под гитару и так далее кстати иногда прикольно песни поют вот я абсолютно спокойно как говорится ну вообще нормально к этому отношусь вот так что вот так вот но в общем ладно надеюсь надеюсь у нас все будет хорошо но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте что все продукты которые я использовала будут находиться в инфобоксе кому это интересно смотрите вот ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии кстати по поводу комментарии еще тоже был вопрос я уже говорила в одном из видео то что у меня идет сбой с комментариями я не всегда их вижу сразу как только вы их оставляете как было до этого раньше об этом писал прислал письмо youtube он об этом писал что будут возникать какие-то трудности в том числе упадет качество воспроизведения видео то есть это не я такое буду загружать это как бы youtube снижает качество видео специально чтобы сэкономить трафик или чтобы в этом духе я уже не знаю вот на этот период и также очень много комментарий обычные серии там какая у вас классная собачка попадает у меня в спам почему-то в папку но я все равно в итоге через какое-то время вижу и публикую их так что никакие комментарии я не удаляю так что обязательно пишите я все читаю на все отвечаю всех люблю целую до новых встреч а